Здравствуйте! В общем, просили меня в комментариях снять небольшой ролик с точки зрения передвижения по Парижу. Сегодня воскресенье около без 22 по новому времени сегодня перевели стрелки. Вот мы едем вдоль Сены. Только что проехали Министерство финансов Франции. Это большое здание. И сейчас будем ехать... Справа от нас мы его не увидим, потому что у меня нет возможности вертеть камерой туда-сюда. Гарделеон у нас будет. Будем двигаться. Насколько хватит памяти в телефоне. Кому интересно, можете смотреть на то, как выглядит дорожное покрытие, знаки ограничения движения, автомобили. потому что на самом деле это все и дает возможность какое-то представление составить о том, как здесь все происходит. Единственное, что, конечно, можно было бы по ходу какие-то интересные здания показать, но такой возможности нет. в режиме реального времени повторюсь, сколько будем ехать, посмотрим. Если что-то будет примечательно, я буду комментировать. сегодня, в принципе, довольно солнечно, ну, относительно тепло, такой воскресный день. Но видите, в воскресенье все равно есть определенное количество людей, которые не спят. хотя на самом деле в выходные Париж вымирает, такого большого движения нету, как с буднями, например. Здесь немножко заторчик, но он здесь практически всегда есть, тем более в это время. когда мы выйдем туда чуть-чуть за Пляс-де-Ля-Бастиль, я думаю, лучше будет, если я там сверну, а может быть, я вдоль сены так и поеду, посмотрю по обстоятельствам, какая будет дорога. В Париже можно ездить со скоростью 50 км в час. Это максимально разрешенное у них в городах, но очень много улиц 30 км в час ограничения. То есть на самом деле вы передвигаться будете с небольшой скоростью. Если вы захотите нарушать, очень много полиции на постах вас довольно быстро осадят. Ну и второе это камеры. То есть раньше, какое-то время назад, 10-15 лет назад, во времена, так сказать, расцвета Европы, которая на самом деле у нас и осталась в головах, то камеры располагались на видных местах перед камерой там за несколько метров было несколько предупреждений, несколько сот метров, да, предупреждение было о том, что впереди камера, значит, соблюдайте скорость. Сейчас этого нет. Старые камеры, которые были, там еще плакаты эти остались. Новые камеры устанавливаются, и никто вас не предупреждает. Мало того, полиция из автомобилей, она вас даже не будет останавливать. То есть, они тоже могут стоять в любом месте, без опознавательных знаков автомобиль будет, и вы тоже будете пойманы на камеру. Но вас, если вы не сильно нарушили, там, километров на 5, на 10, на 15, то просто-напросто полицейские вам пришлют, ну, не полицейские уже, а там, кто у них там этим занимается, письмо счастья. Ну, с чудесным каким-нибудь штрафом. Вот. Ну, все зависит от того, на сколько именно вы нарушите. Дам, секундочку. Перестроюсь. Уже не получается. Я в курсе, я в курсе. Вот. Ну, едем в сторону. Сейчас, слева от меня, повторюсь, все время набережная Сены, просто мы ее не видим. Вот. И здесь, ну, сторону бастилии я все-таки не буду сворачивать. Будем ехать вот так, как нас, чтобы срезать. Немножечко. Вот. Поэтому сейчас, в общем-то, тут ограничение движения, оно направлено не только на то, чтобы как-то нормально содержать, так сказать, без больших правонарушений само движение по улицам Парижа, ну, и для зарабатывания денег. Конкретно, то есть, они не скрывают, сейчас это штрафы за парковку и за скорость. Довольно солидная статья в бюджете. Пока что, единственное, чего здесь не происходит, это чтобы полиция у вас конкретно брала на месте штраф. То есть, нет, на месте вы можете заплатить, такое бывает. То есть, есть специальные отделы полиции, которые на мотоциклах. Вот те у вас могут штраф прямо на месте взять. Но взяток никто пока не берет, да, но я думаю, что это впереди. То есть, все к этому по всем приметам и идет. Потому что полиция у них тоже маленькую зарплату получает. Рано или поздно это будет реальностью. Как мы видим, вот сейчас конец сентября-октября, да, вот деревья пожухло все, да, у нас такие, как бы, но они стоят, еще не осыпались. Но ярких цветов, как у нас осенью, вот нет. Как-то они, листья ржавеют и просто падают вниз. Мы сейчас приближаемся практически к Отель-де-Виль. Вот слева от меня, к сожалению, отсюда не видно, Нотр-Дам-де-Пари. Вот. Потому что мы движемся в сторону центра. Мы сейчас выедем на Рю-де-Риволи буквально через несколько минут. Это такая центральная артерия города Парижа. Жалко как-то. А, сейчас помощник покажет. У нас Нотр-Дам-де-Пари из окна машины видно, да? Лоточки, лоточники. Вот. А с правой стороны у нас вот Эль-де-Виль красивейшее здание. Сейчас мы будем проезжать, но мне сейчас помогут снять, все-таки может быть будет даже так интереснее чуть-чуть. нам тут немножко до поворота осталось. Я как раз вдоль фасада буду ехать. Ну и это, кстати, довольно людное место возле от Эль-де-Виль. Это как бы мэрия, по нашему, или как сказать, облсовет. Ну, наверное, все-таки мэрия. потому что вот Эль-де-Виль это как бы городской городской ратуши, как она называется. Здесь скопление довольно большое людей всегда. И на самой площадке перед Эль-де-Виль в зимнее время любят устраивать каток, в летнее время баскетбольная площадка может быть. Могут быть просто топчаны для того, чтобы загорать. Потому что вдоль сены обычно летом пари-пляж организовывают прямо на набережной, перекрывают набережную внизу. Сейчас ее не видно, там внизу. Вот. И вся дорога она закрыта вместе с туннелем в шатле. Вот. Вот за что я люблю Париж, когда ты попадаешь в центр, то ты вот это ощущение праздника, потому что туристы они везут за собой вот это какой-то такой восторг щенячий, который у меня до сих пор сохранился, да. Вот. И даже если у тебя мрачное настроение, ты довольно быстро приходишь к чувству, и можешь поднять таким образом настроение, просто прогулы по Парижу. Ну, сейчас мы буквально через один квартал попадем на Рюде-Револи. Вот. И проедем довольно долго по ней. Ну, поскольку меня все-таки я что-то сразу не сообразил, помощник есть, да, в машине. И посмотрим на Мюзей-Ду-Лювар и там может быть еще на что-то, чего там попадется по ходу движения. Вот. Очень много сквера. У нас по правую руку сейчас сквер вот с часовней, вот, которую очень долго реставрировали. Вот. И это большое достоинство Парижа. Большое множество сквера. Есть буквально крошечные. Есть и побольше, конечно. Вот. Есть очень маленькие, буквально на несколько скамеечек. вот. Эта артерия идет к этому, к Гарде-Норд, к Северному вокзалу. И вот мы выезжаем на Рю-де-Револи. Рю-де-Револи у нас фактически оканчивается Пляс-де-Ля-Конкорд, площадью Согласия. Здесь очень много магазинов, постоянно сольды, то есть скидки. довольно популярное место для туристов. В основном кроме магазинов и кафе и все параллельные улицы. Это, в общем, дорогая очень бижутерия. Ну, шмотки тоже, естественно. Ну, шмотки именно на Револи, а вот правее идет бижутерия. Нет, здесь недорогие, а я имею в виду про бижутерию. Ну, туристы, в общем, любят Револи, потому что очень много постоянно, повторюсь, даже несмотря на там сезонность скидки постоянно присутствуют. Здесь, если в волну попадаешь, да, в зеленую светофора, то довольно быстро можно проехать. Но это только если вот сегодня воскресенье. а вот в буден день уже вы здесь нормально не проедете. То есть здесь все постоянно забито, нормально, невозможно передвигаться. Итак, вот у нас по левую руку музей до Лувр. Да, вот он начинается. Говорят, что там, по-моему, нам гид рассказывал, что в длину музей Лувр, по-моему, как две или три башни Эйфеля в высоту. То есть это одно из самых длинных зданий в мире вообще. Не просто в Париже или в Европе. Колоссальное строение. Пешком наверное минут 15 будет идти, может больше. А я думаю наверное и больше. Вот. Это все вот, все что тянется это все Лувр. Сейчас довольно оживленный это уже туристы попросыпались в основном центре властвуют туристы. Сейчас у нас слева будет сад Тюэльри. Справа дальше тянется. Кстати, до Елисейского дворца совершенно недалеко остается. Я сейчас тут высажу пассажира, может быть доеду до Конкорда и там развернусь на Конкорде просто чтобы видели как это все выглядит. Красивая площадь довольно. Сделаем круг, если не прервет видеозапись, потому что я не знаю сколько у меня там есть памяти. до Конкорда